Друзья, всех приветствую на очередном обзоре валютного рынка Forex на этой неделе. У нас 25 января на календаре, мы продолжаем анализировать рынок, используя математическую модель поведения цены. Так, понедельник получился у нас достаточно живой, прямо скажем, S&P даже вчера заставил немножко понервничать, но несмотря на его такое волатильное движение, есть целых две хорошие новости. Хорошая новость номер один, покупатели на S&P 500 все же есть, и все-таки они готовы покупать его. Это мы видим по вчерашней динамике, и очень хорошо, что эти покупатели обозначились прямо сейчас, а не тогда, когда мы улетели в Тартарары. Теперь мы точно можем сказать, что наша идея о том, что восходящее движение таки будет в ближайшее время, она абсолютно оправдана. Более того, если мы посмотрим на график более масштабно, то увидим, что вчера мы оттестировали те самые необходимые, ранее не затронутые зоны ликвидности, которые у нас висели с вами аж с 5 октября 2021 года. Поэтому можно сказать, что сейчас у рынка есть достаточно серьезный аргумент для того, чтобы сменить тренд с нисходящего на восходящий. Поэтому с текущего момента мы уже будем искать какие-то небольшие коррекционные движения для того, чтобы нам присоединиться к восходящему движению, к потенциально начинающемуся восходящему движению. Поэтому отмечаем себе две размерности. Так, эти размерности у нас попадают примерно под уровень минимальной коррекции по отношению к последнему восходящему движению. Ну и плюс, здесь же у нас есть такая небольшая проторговочка. Поэтому ожидаем небольшого спуска S&P 500 и примерно от котировки 43.24 начинаем покупать. Это уже у нас будут сделки, рассчитанные на движение внутри дня. Ну, максимум с переносом на следующий день. Это я имею в виду по потенциалу. То есть потенциал в эти сделки мы большой закладывать не будем, нет смысла. Мы и так их будем держать до момента достижения глобального максимума. Но по большому счету без убыток их стоит переводить уже при пробое следующего пивота. То есть пробили вчерашний пивот, перевели в без убыток. Дальше нашли следующую сделку, тоже по коррекции. Сделка пошла, снова пробили пивот, снова перевели в без убыток. И вот таким образом каскадно будем накапливать позиции для того, чтобы нам на выходе, когда фондовый рынок вернется в свой обычный режим и обновит глобальный максимум, мы могли зафиксировать хорошую прибыль и часть позиций оставить для сверхприбыли. Вот такой план по S&P 500. Идем дальше. Евро-доллар. По евро-доллару вчера покупки у нас не пошли. Внутридневные по трехсоставному движению в итоге упали мы вниз каскадно и выполнили другую размерность, а именно вот эту вот предыдущую нисходящую. Что будем делать сегодня? Думаю, что каждый из вас заметил, что мы двигаемся в некоем таком нисходящем трендовом канале, поэтому пока что у нас в таком трендовом канале здесь покупки носят не самый, наверное, симпатичный, не самый главный характер. Мы, конечно, можем уйти вот по такому трехсоставному движению наверх, но все-таки в реалиях такого трендового движения выгоднее будет именно продавать. Поэтому мы с вами подождем трехсоставного коррекционного восходящего движения и от котировки 1.13481 совершим продажу внутри дня. В этом случае стоп у нас будет очень небольшой, порядка где-то 12-13 пунктов. Можно его, конечно, поставить более консервативно за вот эту вершинку, тогда стоп будет, ну, где-то порядка 23 пунктов. При этом тейк профит будет составлять порядка 62 пунктов, что является соотношением примерно 1 к 2,5-1 к 3. И, в общем-то, это неплохо. Поэтому на текущий момент по евро-доллару у нас идея именно такая. Идем дальше. Фунт-доллар. По фунту мы вчера рассматривали вариант движения, либо покупки от ключевого уровня 1.35179, либо продажи при коррекции от уровня 1.35885. Ну, как видим, у нас пошли на отработку первого варианта, но при этом покупки с большей вероятностью были не совсем удачные. По крайней мере, я вчера зафиксировал по данной валютной паре стоп-лосс. Провалились мы очень далеко. И после того, как сделали вот такое составное движение, ну, я предпочел закрыть сделки, чтобы дальше не тянуть эти стопари, потому что неизвестно, что будет дальше. Размерность мы выполнили, и не факт, что пойдем прямо сейчас на разворот. У нас есть цели чуть-чуть пониже, поэтому еще раз зайти в лонговые позиции, если мы того хотим, я рекомендую от диапазончика 1.34078-1.34292. В этом случае, во-первых, у нас будет с вами локальная дивергенция. Как мы знаем, локальная дивергенция в таких случаях очень хорошо отрабатывается, поэтому это как дополнительный фактор. Помимо всего прочего. Так, давайте посмотрим, что у нас по уровням Фибоначчи. Уровень Фибоначчи находится подальше, то есть до него мы пока что не дойдем. Это 1.33767. Отмечаем его себе как ориентир. Ну и не забываем о том, что у нас ниже еще осталась неотработанная зона ликвидности, к которой мы также можем прийти. Но то движение, которое сейчас демонстрирует фунт, то есть мы видим, что составное движение мы обновили, поэтому сейчас можем уйти на максимальное движение. Оно нас приводит в котировку 1.33980. Итого, подытожим, что мы делаем. Если мы хотим продать, то уже объективно поздновато это делать. И продажи будут актуальны только после того, как мы более-менее хотя бы скорректируемся. Это будет у нас либо уровень 1.35356, либо 1.35834. Вот эти два ключевых уровня, от них можно продавать. Все уровни, которые находятся ближе, они не очень интересны, потому что недостаточное коррекционное движение у нас здесь будет. Так, если мы хотим купить, что нам в этом случае делать? Ну, агрессивно мы это можем сделать от целевого диапазона, который я озвучил ранее. Если мы хотим это сделать более консервативно, то при пробитии пивота 1.34919. Вот такой у нас план работы по фунту на текущий момент. Не забываем о том, что при покупке, после пробоя пивота, у нас здесь получается тейк-профит меньше, чем в 2 раза больше стоп-лосса, поэтому лучше, если вы будете использовать не рабочий объем, а пониженный. Это будет более разумно, более консервативно, потому что тренд все-таки нисходящий, и подобные покупки, они чреваты различными внезапностями. Поэтому давайте лучше с вами будем скучными, но зато с хорошей прибылью. Так, идем далее. Доллар японская иена. По доллару японской иене никаких изменений. Вчера поболтались в своеобразном флете, но по-прежнему я считаю, что здесь у нас вполне цена может уйти по вот такому составному движению в восходящем направлении. Ну, по крайней мере, пока я не вижу каких-то кардинальных тенденций к тому, чтобы этот сценарий не осуществился. Поэтому продолжаю рассматривать доллар-иену в покупку. Что касается текущих позиций, то сейчас есть неплохая возможность купить данный актив. Тем более, что мы сделали размерность предыдущего движения. Стоп-лосс здесь получится очень небольшой, зато тейк-профит весьма и весьма ощутимый. Поэтому с текущих позиций 113.749 можно рассмотреть покупки. Идем дальше. Доллар-канадец. По доллар-канадцу, к сожалению, вчера не сработала наша продажа, ушли мы в восходящем направлении. Причем, как видим, дошли аж до уровня глубокой коррекции. Вот он этот уровень. Мы его отмечали с вами давным-давно. Это уровень глубокой коррекции по отношению вот к этому нисходящему движению. Вот он. Собственно говоря, что мы будем делать сейчас? Сейчас покупать, ну, как-то дорого, продавать, ну, я бы сказал, рановато. Поэтому пока что мы здесь займем выжидательную позицию. Если у вас есть какие-то шортовые сделки, допустим, вы их совершали от вот этой размерности, либо от уровня, то их можно оставить. Потому что, исходя из той структуры, которую сейчас рисует цена, полагаю, что мы можем уйти вот на такое трехсоставное движение в нисходящем направлении. А отсюда уже будем пробовать открывать какие-то лонговые позиции. Это будет примерно котировка 125.842. И это, собственно, будет наш основной сценарий. То есть мы ждем снижения до вот этой зоны. Вот она, проторговочка наша. И отсюда пробуем покупки с идеей достижения цели. 1.27319. Вот такой несложный торговый план у нас на текущий момент по доллар-канадцу. Идем далее. Доллар-франк. Доллар-франк на трехсоставное движение вчера не пошел. Продажи у нас не получились. Не сработал этот план, но с другой стороны мы ничего не потеряли, что тоже, в общем-то, неплохо. Спустились вниз, сделали новую размерность. Обратите внимание, такой размерности у нас еще не было. Ну, разве что вот здесь она была, но она такая неявная, поэтому бесполезно ее пытаться как-то здесь подогнать. сейчас тенденция продолжает набирать восходящую силу восходящего движения, поэтому будем следовать за ценой в лонг пока что. Но обратите внимание вот на что. Цена, по большому счету, находится в небольшом флете. У нас пока не пробит локальный максимум, поэтому просто тупо покупать, потому что цена вроде идет вверх, это, ну, как-то не совсем хочется, если честно. Давайте сделаем следующее. У нас есть вот такие понятные размерности. Дождемся, когда цена выполнит эту размерность, это будет котировка 0.91.725. Из этой области, соответственно, мы дождемся коррекцию к пивоту 0.91.575 и отсюда совершим покупку. В этом случае, во-первых, у нас будет очень небольшой стоп-лосс, порядка где-то 17-18 пунктов, при этом тейк-профит первый будет порядка 22 пунктов, то есть соотношение примерно 1 к 1, но, по крайней мере, внутри дня мы сможем эту сделку проконтролировать. И, ну, затем уже для себя понять, нужна нам такая сделка дальше, хотим мы ее держать или нет. По большому счету, в данном случае, мы рассматриваем движение вот на эту размерность. Эта размерность нас по итогу приводит в котировку 0.91.947, что примерно будет по профиту 36 пунктов. Тоже такая не самая глобальная сделка, скорее среднесрочная, краткосрочная. Вот, но давайте попробуем эту ситуацию отработать. Так, идем дальше. Австралиец доллар. По австралийцу вчера также мы упали, как и по некоторым другим валютам. У австралийца, в принципе, есть свой драйвер. Насколько я помню, там вышли не самые позитивные экономические новости, поэтому, в принципе, в том, что австралиец так свалился, нет ничего удивительного. В итоге, размерность здесь мы также преодолели и даже превысили. Но после этого скорректировали. Что будем делать сейчас? Уровень минимальной коррекции по отношению ко всей волне вот этого нисходящего движения мы отработали из зоны оптимальной коррекции по отношению к вот этому движению также вышли. Поэтому, по большому счету, сейчас у нас актуально движение в нисходящем направлении. Само собой, разумеется, что если мы посмотрим на индекс доллара, то мы увидим такую интересную картинку. Мы вчера немножко затрагивали тему индекса доллара и говорили о том, что есть хорошая возможность скорректироваться именно вот от этой зоны. Потому что здесь у нас есть и размерности, и ключевой уровень 95.984. И то, что мы видим, как бы доказывает, что наша теория, она имеет право на существование, если можно так сказать. Поэтому я предположу, что индекс доллара может уйти вот по такому сценарию в нисходящем направлении. То есть, через разворотный паттерн с ретестом уровня 95.984. А исходя из такого сценария, у нас в реальности может австралиец доллар ну просто через тот же самый разворотный паттерн уйти в восходящем направлении. Поэтому что мы будем здесь с вами делать? Давайте так. покупать сейчас ну не очень хочется, потому что тренд здесь явно сменился на нисходящий. Поэтому в покупке лезть не хочется. Продажи сейчас уже поздновато здесь делать. Тот, кто торгует по индикаторам и заходит по рынку, ну вы на самом деле можете пробовать продажи, но я просто смотрю, что пока цена вниз не собирается и нужно дождаться открытия Европы и лучше будет подождать вот такого трехсоставного движения в область цены 0.72.106 это уровень глубокой коррекции по отношению ко всему вот этому нисходящему движению. Показываю. Вот он этот уровень глубокой коррекции. Поэтому мы ждем выполнения вот такого сценария именно восходящего движения сюда и здесь уже будем открывать какие-то дальнейшие шартовые позиции. Но если вам все-таки прям хочется купить, вот вы не можете себе в этом отказать, давайте так, отметим себе вот такую зону. Это у нас зона будет ограничена сейчас скажу ограничена котировками 0.71.209 0.71.395 Вот из этой зоны вы можете попробовать поискать какие-то внутридневные покупки. Поскольку коррекцию мы сделали, цены ну по крайней мере с потенциалом 46 пунктов выгодные для покупки на текущий момент. Поэтому пожалуйста можете попробовать поискать какие-то на 5 минутки на 15 какие-то конструкции разворотные либо паттерны. Идем дальше. Новозеландец доллар. По Новозеландцу мы также спустились вчера вниз. К сожалению пробили нашу зону ликвидности. Даже оттестировали с обратной стороны зеркальный уровень. Что будем делать сейчас? Так давайте посмотрим на более широкую картинку что у нас на дневном таймфрейме. На дневном таймфрейме так особо здесь ничего может 4-х часовик нам что-нибудь скажет дельного. так где у нас цена вот здесь у нас цена находится. как бы ничего нового ничего такого сверхъестественного. Цена находится возле уровня который неоднократно тестировался и пробивался достаточно такой неплохой объемный уровень поэтому не сказать чтобы здесь мы что-то сверхъестественное увидели и от этого наверное ситуация не шибко то понятная становится. Так что мы здесь можем вынести из этой ситуации ну давайте рассмотрим таким образом если предположить что у нас здесь все-таки идет волна восходящего движения то есть если вот это была волна а а сейчас развивается коррекция волна б то естественно у нас атомный потенциал для того чтобы вырасти но это в том случае если мы правильно поняли ситуацию глобально честно не очень хочется разбираться в этой ситуации так давайте посмотрим более локально локально мы сейчас очень неплохо упали причем выполнили составное движение сделали коррекцию но ушли дальше в нисходящем направлении судя по текущей тенденции у нас потенциал на то чтобы дальше спускаться вниз на такую же размер до котировки 0.65722 этот сценарий я вам предлагаю отработать тогда когда у нас новозеландец пробьет вчерашний локальный минимум 0.666 0.665 потому что с текущих позиций по тому же самому трехсуставному движению мы можем уйти в восходящем направлении поэтому давайте все-таки рисковать не будем если уж мы пробиваем этот уровень что значит пробиваем это значит что цена у нас часовая свеча сначала закрывается ниже данного уровня затем мы здесь получаем какую-то консолидированную свечу которая закрывается и открывается ниже данного пивота соответственно после этого мы можем с вами уже рассматривать дальнейший поход в нисходящем направлении ну а пока что я рекомендую вообще данную валютную пару не трогать либо попробовать открыть агрессивные покупки с текущих позиций поскольку здесь достаточно выгодные цены для покупок всего лишь 18 пунктов стоп лосс ну а потенциал порядка где-то 43 пунктов плюс-минус 1 к 3 поэтому такую сделку можно совершить идем дальше золото так по золоту вчерашний день не самый волатильный был несмотря на то что рынок скакал и обратите внимание у нас буквально чуть-чуть перебился максимум поэтому вложенного дня к сожалению не получилось нет дополнительных зон поэтому мы просто продолжаем использовать ту тенденцию которая у нас уже отмечена на графике мы отмечали с вами тенденцию восходящего движения у нас потенциал до 1852 31 соответственно до этой границы мы и держим наши сделки что касается точек входа то здесь можно использовать те размерности которые были получены на днях они в принципе все плюс-минус одинаковые из текущих позиций то есть мы никаких сделок естественно открывать не можем потому что это очень дорого но хотя если на 15-ти минутку перейти то здесь можно использовать вот такую мелкую размерность это это у нас будет покупка от уровня 1839-49 совсем небольшим стоп-лоссом буквально в 15 пунктов но потенциал мы будем мерить по локальному максимуму это 55-56 пунктов то есть вот такую короткосрочную сделку можно совершить да наверное это будет наиболее такой реальный сценарий так идем дальше серебро по серебру вчера достаточно неплохо упали затем скорректировались и как видим оттестировали уровень минимальной коррекции по отношению к последней волнении сходящего движения то есть здесь ситуация примерно как на австралийце смотрите картинку то есть падение и затем сразу же ретест уровня но серебро в отличие от австралийца оно тестировало еще и уровень глубокой коррекции по отношению к восходящему движению поэтому здесь я бы не сказал что все так однозначно здесь мы можем действительно неплохо уйти в лонг так что что мы будем с вами делать сегодня берем размерность подставляем ну и собственно получаем наш сценарий ждем трехсоставного восходящего движения от котировки примерно 24 161 продаем ну а при закреплении выше пивота 24 ровно то есть если это будет вот такое движение и здесь получается закругление закругление кимокаром то есть либо мы шпилькой пробиваем цена остается выше данного уровня либо мы соответственно часовая свеча закрывается здесь затем следующая часовая свеча идет наверх то в этом случае мы уже покупаем покупаем и цели у нас здесь будут далеко идущие по старшей размерности вот она эта размерность старшая в этом случае мы ее сюда подставляем и видим что потенциал приходит в котировку 25392 такой сценарий у нас на сегодня по серебру далее нефть марки бренд вчерашний сценарий очень хорошо отработал как мы и прогнозировали с вами нисходящее движение но единственное только с потенциалом немножко ошиблись раньше мы скорректировались а так в общем и целом получилось достаточно неплохо что делаем сейчас сейчас подстраиваем то что вчера накуролесили так мы брали несколько размерностей за основу соответственно эти размерности у нас некоторые выполнились вот они то есть по большому счету сценарий себя оправдал в итоге вот этот диапазон для нас теперь является разворотным так вот что будем делать с текущих позиций с текущих позиций я предлагаю отработать продажу продажу до целевого диапазона 8164 8272 если мы откроем сделку прямо сейчас например с текущих позиций то у нас будет агрессивный короткий стоп лосс 64 пипса потенциал при этом будет порядка 350 пипсов примерно 1 к 5 1 к 6 если мы хотим зайти в более консервативную сделку то наверное стоит подождать когда у нас цена поднимется ну хотя бы до котировки 86 60 это будет во-первых тест зеркального уровня ну и какой-то более глубокий заход плюс усеченная коррекционная конструкция ну а после этого уже спокойно зайдем в sell и отработаем сделку как раз до верхней границы нашего целевого диапазона сценарий на текущий день именно такой то есть продажа либо с текущих позиций агрессивно либо после небольшого роста от котировки 86 50 доллар рубль аллилуйя мы таки достали до нашего уровня до нашей цели 79 139 я поздравляю всех кто дотерпел у вас должны были вчера сделки закрыться по тейк профиту ну как минимум в в районе вот этого целевого диапазона где мы договаривались фиксировать часть сделок но по большому счету основную часть стоило зафиксировать именно 79 139 что делаем сейчас ну сейчас у нас наступает как раз то самое время когда мы смотрим как цена будет дальше реагировать у нас есть несколько размерностей соответственно эти размерности мы используем для того чтобы спрогнозировать дальнейшие движения одна из них как видим уже отработалась поэтому скорее всего ее мы даже брать не будем больше возьмем именно те размерности которые ранее не отрабатывали так также возьмем сетку фибоначи ну и видим что ближайший уровень поддержки у нас 77 821 более дальний уровень поддержки 76 994 от этих уровней ребят мы продолжаем покупать пока что рубль находится под давлением у нас есть потенциал очень хороший чтобы достичь не просто крутых целей а супер крутых целей не говорю о том что мы пойдем на пробой глобального максимума который у нас составлял там сколько где-то 86 да или 87 примерно рублей за доллар но обратите внимание что размерность предыдущую мы выполнили может быть с небольшой погрешностью но выполнили сейчас самый момент дождаться хорошей коррекции и после этой хорошей коррекции присоединиться дальше к восходящему движению и отработать третью волну вот такой план по доллар-рублю так и биткоин по биткоину мы оттестировали ключевой диапазон выполнили размерность все я считаю что на этом нисходящее движение по биткоину закончено обратите внимание на дневную картинку если здесь конечно что-то вам будет понятно вот у нас была предыдущая размерность мы ее взяли сюда подставили и вот пожалуйста мы выполнили то самое движение все теперь самое время выгодно накапливать лонговые позиции даже если биткоин упадет еще где-то ниже ну я все-таки считаю что его не опустят ниже какого-то объективно интересного уровня для инвесторов спекулянтов для кого бы то ни было то есть даже если мы еще раз опустимся в нисходящем направлении то возможно где-то от уровня 28 тысяч или 29 тысяч снова будет такая же шпилька как в свое время была от уровня 30 тысяч потому что ну просто потому что мы уже достаточно неплохо росли в этом в прошлом году соответственно в этом году всерьез можно рассчитывать на дальнейший рост поэтому ищем точки входа в покупку я могу предложить следующий сценарий так давайте посмотрим у нас есть последняя волна восходящего движения ее и возьмем за основу соответственно получаем два уровня 35,550 34,559 от этих уровней минимальной глубокой коррекции соответственно мы покупаем и отрабатываем трехсоставное коррекционное движение в восходящем направлении это будет наша первая цель она нас ожидает в районе 39,121 30 40 109 соответственно вот такой несложный сценарий по биткоину на сегодня на этом у меня все надеюсь видео было вам полезным не забывайте подписываться на канал ставьте лайк и жмите колокольчик чтобы не пропустить следующий обзор хорошего дня и удачной торговли пока